Я не знаю, о чем пела перед этим группа прославления, но знаю, что это моя любимая песня. Ее официальное название больше не раб греха, но я ее называю, я дитя Божье. Мы все его дети. Итак, как мы об этом сказали, я есть дитя Божье. Все вместе, на раз, два, три. Помните об этом всегда. Я думаю, что до этого момента вы поняли, что все спикеры, они разные. Я хочу сделать вывод, что я англичанин. Англичане, они вообще очень серьезные. Я хочу остаться серьезным. Но перед тем, как продолжать, я хочу сделать одну вещь. Что-то я делал на протяжении времени. Но я это делаю, как пророческий знак. Потому что я верю, что Бог, Он хочет произвести благословение. И это выглядит следующим образом. Но я думаю, что вы меня слышите. У Ишуа не было микрофонов. И ему нужен был очень сильный голос. Я хочу, чтобы вы взяли один палец. И я хочу, чтобы вы сделали следующее. Потом вы берете два пальца. И дождь начинается. Три пальца. И он становится сильнее и сильнее. Четыре. И еще больше. Божий дождь наполняется. Его благословение на все время. Аминь. Аминь. Спасибо. Теперь. Это замечательное. Это переживать все Божьи благословения. Писание говорит, что Он благословит нас дождями благословения. И я надеюсь, что вы к этому времени благословлены. И я надеюсь, что тем, чем я буду делиться, также будет благословением для вас. Но хотя у меня есть небольшая осторожность в этом послании. Пожалуйста, помолитесь за Пашу. Это не всегда просто. Они дали мне название темы. Границы пасторской власти. Когда я сказал одному человеку, что это тема моего послания, Он ответил, как далеко мы можем позволить им идти. Окей. Я думал, что это было смешно. Английская шутка. У меня очень специфический юмор. Поэтому здесь будет немножко непонятно. Окей. Но я хочу начать с текста Евангелия от Марка, 10 глава, 42-43 стих. Иешуа же, подозвав их, сказал им, Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. К этому дню мы услышали очень много о лидерстве. Что лидерство это также команда. В этом тексте есть одна особенная фраза. Но между вами да не будет так. Это ключевое место для меня. Что у Иешуа есть совсем другая система, которую он хочет дать Церкви. И она совсем отличается от той, которая в мире. Что власть для верующих, она не идет с того же источника, как и для мирских людей. И она не применяется таким же образом, как и у мирских. Мирская власть, она ставит одного человека над другим. Это как командная структура в армии или в армии, да. Или как иерархия в бизнесе. Или как система управления в государстве. Возможно, в мире это единственный путь, который бы работал. По причине духа соперничества, которое возникло после грехопадения. И по причине греховности нашей плотской натуры. Мир, возможно, бы не функционировал без той структуры. Но Иешуа указывает нам на иной путь. Он сказал, что так не должно быть между вами. И в конце этого стиха там сказано, что мы должны быть слугами. Иметь сердце слуги. Может быть, я говорю о конкретных группах людей, но это касается всех нас. И эти принципы те же. Являетесь ли вы лидерами или членами собрания. Ученики, они всегда в других взаимоотношениях. Друг с другом и с миром. Верующие они братья и сестры. Дети одного отца. И члены одной семьи. Я приезжаю сюда около 10 лет, может быть, больше. Я становлюсь старше. Я становлюсь старше. Я посчитал, я был около 50 раз в Украине. И теперь вы моя семья. Я чувствую себя здесь, как дома. Мы все часть его большой семьи. Мы его дети. И мы должны знать это. И у него есть цель для каждого из нас. У нас другие взаимоотношения. Ишуа об этом ясно сказал в Матфея 23, 8. Он сказал, что один у вас Господь, и все вы братья и сестры. И на протяжении 20 веков церковь, она игнорировала вот эти стихи. Возможно, с наилучшими намерениями. Но все же, к сожалению, мы одолжили структуру власти от мира. Может быть, мы изменили имена. С королей, капитанов, царей. На пап, патриархов, епископов. Но я верю, что мы не достигли той цели в структуре, которую Ишуа имел для нас. И то, о чем я буду говорить, может быть, расстроит кого-то из вас. Я понимаю, что иногда трудно что-то понять. Но Господь постоянно подталкивает меня в Его Слово. Чтобы изучить, какой Его план для нас. Какая это структура. Что Он хочет, чтобы мы сделали. И Его Слово должно быть измерительной линейкой для нас. Мое сердце, оно жаждет глубоких взаимоотношений с Ним. Как мы исполняем Его власть в Духовном Царстве. И это в нашем собрании. В Танахе, в Ветхом Завете, ситуация была очень простая. Бог проявлял свою власть через священников, пророков, судьи. Во время Нового Завета ученики, они послушны Иешуа и Богу Отцу. Мессия, Он делегировал эту власть апостолам. И они управляли ранней церковью. Когда Иешуа придет еще раз. Он поставит новый трон и новый город. Но вопрос в том, как Бог проявляет свою власть между первым и вторым пришествием. Может, уже поздно менять какие-то организации. У нас очень много традиций. Я люблю фильм «Скрипач на крыше». И он пел эту песню «Традиция». Почему мы так же поступаем? Очень много традиций, которые мы повторяем. Но одну вещь, которую я изучил, когда пришел к Богу, то, что Бог, Он Бог творящий. Он хочет вместить творчество в каждого из нас. Он хочет, чтобы мы были креативными, творческими. В музыке, в искусстве. Во всем, что бы мы ни делали. Я был обучен как инженер. Я был конструктором машин. И нам нужна была креативность, чтобы это делать. Кто-то хотел машину, они нам давали инструкции, что нам нужно было сделать. И потом нам нужно было начать думать, чтобы быть креативным. Как я могу это сделать наилучшим образом? Как это, чтобы оно выглядело хорошо? У нас очень много креативных людей в автомобильной индустрии. Что такое машина в существе? Четыре колеса и мотор. Это то, что есть на самом деле. Но потом вы можете выйти в эту креативность. Потому что очень много машин, очень много цветов. Бог, Он креативный. И Он хочет, чтобы мы, как верующие, также были креативными. Он хочет дать нам идеи и инструкции. Но мы не должны никогда забывать этих слов. О том, какими Он видит вещи. Не такими, как в миру. Но такие, как в Царстве. В Его Царстве. Павел нам об этом говорит. Не сообразуйтесь с этим миром. Но преобразуйтесь. Обновлением ума Вашего. Очень часто хорошо задавать себе вопрос. Нахожусь ли я на этом пути? Хочет ли Бог, чтобы я делал что-то по-другому? Мы не делаем, не поступаем по-другому, просто для того, чтобы быть другими. Это не цель. Цель в том, что мы хотим быть в единстве с Божьими наставлениями для нас. Во время моего путешествия я прихожу в разные собрания. Я верю, что Бог дал мне глаза для того, чтобы видеть традиции. И когда я вижу, как они как-то поступают, я говорю, о да, это традиция. Но мы должны слышать голос Божий. Он хочет изменить образ нашего мышления. Вот мы используем слово пастор. Но, если мы посмотрим в иврит или греческий, слово означает пастух. Это тот, кто смотрит за овцами. И посреди всех даров, которые мы находим в собрании, это то, в чем мы очень сильно нуждаемся. Что овцы нуждаются в заботе. В опеке. За которых нужно молиться. И это одно из заданий. Но я не верю в функции. Я верю в дарование. Бог, Он одаровал кого-то. В эфизианном 11 главе сказано, что Бог дал собрание. Апостолов. Пророков. Евангелистов. Пастухов. Учителей. И знаете ли, почему вот этот маленький палец — учитель? Да, это только единственный, который могу в ухо. Поэтому нужно слушать то, что Бог говорит. И как часть группы старейшим, дарование пастора, оно очень важно. Но, к сожалению, мы одоложили от мира. И, как вы сегодня, возможно, утром слышали, что пастор уже, мы предполагаем, что он супермен. И мы его подталкиваем даже тогда, когда он не хочет. И мы его подталкиваем вот в эту исполнительную позицию. И они предполагаются, что должны заботиться обо всем. Но я уверен, что если Папа над всей церковью — это плохо, то Папа в каждой церкви не лучше. Я верю, что нужно вернуться к библейскому взгляду. Апостолы, они были заинтересованы в опасности развития церковных лидеров. В 2 Коринфянам, 1, 24, Павел напоминает коринфянам свою заинтересованность в своей апостольской власти. Там написано, что не потому, что мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радостью вашей, ибо верою вы тверды. Но мы знаем, что Павел имел власть. Нужно понять, как он получил эту власть. Не потому, что кто-то сказал, «Ты ее имеешь». Но потому, что она там. Она распознается. И мы должны увидеть в этом стихе, что мы идем с вами ради вашей радости. В этих же письмах Павел описывает свое ясное неодобрение, как коринфяне реагировали на лидеров. Во 2 Коринфянам, 11 глава, 20-21 стих. Написано, «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я». Павел подмечает здесь, что он очень слаб, чтобы поступать так. Но он говорит здесь очень ясно, что вы должны смотреть. И Петр, он также обеспокоен этом и предупреждает. Не поступать таким же образом. В 1 Петра 5, 3 написано, «И не господствуя над надследием Божиим, но подавая пример стаду». Я пытался, так как бы я мог, чтобы быть примером. Я был вовлечен в церковное лидерство порядка 40 лет. И в начале они называли меня пастырем. Но спустя время я перестал думать о себе таким образом. «И я начал думать, что я часть команды, таким, каким я хотел быть». «И собирать вокруг себя тех, кто хочет помогать, вести, давать совет». Моя идея совершенного лидерства – это пятикратное служение. Апостолы, пророки, евангелисты, пастухи и учителя. И они могут быть во множественном числе. Не только один пророк, не один евангелист, учитель. В церкви, в которой я сейчас нахожусь, там три евангелиста. У нас два человека, которые пророки. И у нас есть пара учителей. И как минимум у нас четыре пастуха. И я не уверен, что есть апостол. И мы должны иметь это смиренное отношение. В третьем послании Иоанна 1.3 сказано о Диотрефее. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Петр, он говорит здесь о гордости. Я верю, что очень хорошо желать быть в лидерской команде. Но при этом должна быть правильная мотивация. Ваша мотивация должна заключаться в том, что вы хотите служить. Мотивация в том, чтобы просто смотреть. Или стоять на сцене. Или вы хотите делать что-то другое. То, что очень ценно. Окей? Эти примеры ранней церкви Лидеров церкви Показывает, как просто церковь тогда и сейчас Игнорировала слова Ишуа. Что так не должно быть между вами. Это вот то название, которое я хотел бы дать этому посланию. Не должно быть так же для нас. Но если церковь, она не будет повторять за миром, Что же мы должны делать? Нам нужны лидеры. Нам нужны те лидеры, которые будут помогать нам двигаться вперед. И которые имеют власть. Ответ на этот вопрос находится в словах Ишуа. Один у вас Господь. И кто это? Это Бог. Он единственный. Писание говорит нам, что Ишуа – он глава церкви. И голова, которая контролирует все в теле. Если мои мозги не работают, Тогда что-то перестанет работать в моем теле. Как многие из вас уже знают, Я у меня было кровотечение в мозге несколько лет назад. Врачи – они очень вдохновляющие. Когда я был в коме около три дня, Они сказали моей жене Лисе, Что мы не знаем, что ли он справится. И даже если он справится, Даже если он останется живой, Он, возможно, будет где-то поврежден. Может быть, он будет слепым. Может быть, он будет слепым. Может быть, он не сможет больше ходить. Очень вдохновляющие слова. Но, как вы знаете, у Бога есть планы. И Бог может делать прекрасные вещи. Но нам нужны люди в собрании, Которые могли бы помогать в этом. Ешуа в Великом Поручении в Матфея 28-20 сказал, И я буду с вами до скончания века. Ешуа, он еще здесь. Он посреди нас, по его обещанию. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там я. Может быть, вы не видите его, Но я знаю, что он здесь. И он может прикоснуться к вам, исцелить. И все, что бы вам не нужно было бы сейчас. И он указывает на то, что, если он не присутствует в церкви, Но еще не только в Вселенской Церкви, Но он также в Поместной Церкви. Он здесь, чтобы помогать, вести, направлять и исцелять. Через Дух Святой. Поэтому Ешуа, он совершенна или последняя власть. И он готов исполнять свою власть Через те инструменты, которые он дал. И я верю, что это старейшины. Те, которые были призваны, которым было дано вот это задание. Не вести церковь своими собственными силами. Но определить, как Господь через их мысли хочет вести церковь. И многое из этого мы имеем в Писании. И это с помощью передачи и использования даров. Способности, силы воскресения. И ответственности нести дремя верующих других. И я мог бы говорить многое о каждом из этих вещей. Но у нас нет времени. Но то, что я точно знаю, что Бог хочет делать в поместной церкви. Мы слышим грехи друг друга. Нам нужно местность, чтобы приходить и исповедовать их. У нас должна быть способность учить. Нам нужно замечать, обличать. И свидетельствовать, и служить нуждам миру, который нуждается в исцелении. И это все части Его плана, который Бог хочет делать через Своё собрание. В ежедневном принятии решений, с которыми каждая церковь сталкивается, старейшины должны искать понимание от Бога. Через добровольное единодушие. Это достигается через тщательное общение, основанное на Писании. Тот, кто, возможно, имеет название пастор, Он часть этой группы. Я верю, что каждая группа нуждается в том, кто будет ответственным. Но это должно быть единодушно принятое решение. Видите, Бог дарует вещи. Он не подталкивает нас, чтобы мы их приняли. Это означает, что... Это тоже означает, что лидеры общины не могут подталкивать. Окей, я показываю вам всего лишь одну часть этой картины. Окей, есть очень много фасадов в ней. И я знаю, что на протяжении этих дней мы услышали различные точки зрения. И мы должны понимать, что один человек не может иметь всю истину. Но вместе мы можем прийти к тому пути, который будет правильным. Последняя власть, даже в практических делах, По праву находится у Господа. Очень часто на практических встречах мы говорим о делах. Но никто не молился о них. Как мы должны поступать? Как мы должны решать эти ситуации? Бог, Он заинтересован во всем, что бы мы ни делали. Все, что мы называем практическим или духовным. Я знаю, что в еврейской практике нету разницы между этими двумя, И у них это все одно. В книге Деяний написано действие Духа Святого, Который, очевидно, запланировал евангелизацию ранней Церкви. В Деяниях 15, 28, написано, Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, Кроме всего необходимого. То есть старейшины, они вместе советовали. Они молились об этом. Они получили понимание от Духа. И им было ясно то, что им нужно сделать. Власть, она не власть одного человека, но Бога. И она была выжжена не через людей, Действующих как индивидуалы, Как люди, но через собрания, Которые имели согласие, Согласие людей, которых Дух привел к старейшину. Деяния 20, 28. Итак, внимайте себе и всему стаду, В котором Дух Святый поставил вас блюстителями, Пости Церковь Господа и Бога, Которую Он приобрел себе кровью Своею. Мы видим здесь, что картина Писания заключается в пости стада. И все, что нам нужно понять, Это то, что нам нужно брать опеку друг над другом. Каждый из нас, он принял решение когда-то идти за Ишуа. Потому что Он пригласил Его в эти отношения. Он заплатил цену. Он заплатил цену на кресте За каждого из нас. Чтобы мы могли войти в Царство. Чтобы мы могли войти в Его присутствие. И чтобы у нас была вот эта привилегия Зайти в Царскую комнату. Потому что завеса была разорвана. И она открыта. Через кровь Ишуа. Мысль в этом. Ни один человек не является выражением мысли Духа. Ни один человек не имеет власти от Бога, Чтобы непосредственно решать дела в Церкви. Множество старейшин необходимо. Чтобы защищать нас. От нас самих. Очень часто мы начинаем думать, Что у нас есть власть, У нас есть возможность. Но мы должны понимать, Что мы нуждаемся друг в друге. Вы нужны мне. И так же самое, как я нужен вам. Две недели назад у меня были серьезные проблемы со спиной. И я знаю, что некоторые из вас молились за это. И поэтому я здесь сейчас. Я стою сейчас здесь. Благодаря вашим молитвам. Мы нуждаемся друг в друге. И когда я впервые приехал сюда, в Одессу, У меня было общение. Я не помню точно, кто был в этой общении, Но Саша точно. Но я сказал следующее. Пока я здесь, Я под вашей властью. Это то, что я считаю очень важным. Я знаю, что мне было дано очень много свободы. Говорить некоторые вещи. Но я все же верю в этот принцип. Что мы должны подчиняться друг другу. Мы должны иметь вот это сердце слуги. Возможность служить Не заключается в том, чтобы Приказывать или подчинять Те, кто вокруг. Но достигая их добровольного согласия. Да, вы понимаете об этом. Да? Возможность служить, она влияет на каждого. И не заключается в подчинении, Подавлении друг друга. Но достижением их добровольного согласия. У меня нету права подавлять кого-то. Но если я хороший пример, Если я хороший слуга, Тогда люди будут автоматически давать мне вот эту власть. Они будут давать мне это право По своей собственной воле. Да? Так, как Ешуа сделал. Ешуа не подталкивает никого следовать за Ним. Он оставил им пример. Пример, который Он также дал ученикам. Когда Он призвал их, Они ничего не слышали о Нем. Они видели только какие-то вещи. И у нас есть такое понимание, Что Ешуа шел по берегу однажды. И он увидел Петра и Иоанна. И он сказал, Пошли, следуй за Мною. И мы думаем, да, хорошо, Они встали и пошли за Ним. Но я верю, что они знали, кем Он был. По причине тех вещей, которые они слышали. И они тогда последовали за Ним. И однажды, когда Он спросил их, Вы тоже покинете Меня? Они ответили Ему, куда же мы пойдем? Ты единственный, кто имеет Слово Жизни. До этого времени они очень многое увидели. И они были готовы идти за Ним куда угодно. По причине Его примера. Как я уже сказал, что я должен был научиться быть примером. Если нет, то никто не будет следовать за Мною. И тоже интересная вещь, Вы не можете быть лидером, Если у Вас нету последователей. Но наша позиция – передавать то, чему мы научились. Они смотрят на влияние в нашей собственной жизни. И тогда они будут хотеть делать изменения в их жизни. И это природа той власти среди верующих. И так, как сделал Бог. Он не ожидает от нас принудительного послушания. Он достигает его любовью. Выраженной или в обучении, в дисциплине, или достижением благодарности через встречи в нуждах. Он сделал это. Истинная власть старейшин в церкви является уважением. И она достигается любящим и Божьим примером. Пример, он очень важен. Потому что это то, что люди действительно видят. Мы можем говорить много слов. Но если слова не совпадают с нашими жизнями, мы тогда можем уйти очень далеко. Есть два местописания в Библии, которые используются для подтверждения уникальной власти посыли. И первый мы находим в 1-м Фессалоникийцам 5, 12-13. 1-м Фессалоникийцам 5, 12-13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». И ключевая фраза с английского перевода, что «и те, которые есть над вами в Господе». Греческое слово, которое используется здесь, и переведено как «те, которые над вами», и не имеет того смысла, который на самом деле находится над вами. Но смысл, который вмещает это слово, это те, кто является лидерами и советниками. Поэтому вот в этих взаимоотношениях с Богом мы приходим к этому пониманию, что это действительно означает. Это означает, что мы находимся вместе, они один друг над другом. Это означает стоять с кем-то рядом и идти вместе. И это означает, что это слово используется в вопросе к лидерам. Лидеры, они не могут вести, если они не подталкивают к... Они не подталкивают для того, чтобы следовали за ними. Это то, что мы делаем добровольно. И второй текст, который мы имеем, это Евреям 13, 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Слово и глагол, который переведен здесь как «повинуйтесь», означает буквально с греческого «убеждать или склонять». Примером. Здесь нет мысли о том, что кто-то будет начальником у вас или директором. Против его... Кем бы тот человек ни был, против его воли. Но идея заключается в том, чтобы быть вместе и достигать тех целей, которые имеет Бог. И убеждать других. И в этой мысли некоторые из вас могут спросить, в чем же разница? Если мы имеем вот этот контекст сильного лидерства, правил, или пути, когда мы, как старейшины, собираемся вместе. Какой тип лидерства мы хотим? Мы думаем, что, может быть, мы не изменимся. И в некоторых случаях это невозможно. Традиции очень сильны. Но это не означает, что это остается правильным. Когда я смотрю на библейскую картину, это та картина, которую я вижу. Одна группа старейшин, которые работают вместе. С близкими взаимоотношениями. И в некотором смысле с очень близкими взаимоотношениями. В первой церкви, которая у нас была в Бельгии, у нас была команда старейшин, у нас не было пастыря, у нас не было того, у кого была позиция, титул пастыря. У нас были люди, которые были одарованы одарованными даром пастыря, и помогали в служении. Но у нас была группа, которая собиралась вместе с разными дарами. И мы становились очень близкими друзьями, более чем друзьями. Мы в некотором смысле становились одной семьей. Мы кушали вместе. Мы играли вместе. Мы ходили на бляж вместе. И каждый вечер мы приходили в чей-то дом. И мы знали друг друга очень хорошо. Это то, о чем я говорю. Я вижу, что есть старейшины, которые друг друга не знают. Это просто некоторые личности, которые раз в месяц собираются и имеют дискуссию. Но в моем понимании, это не то, о чем говорит Писание. Эта идея, она изливается в собрание. Когда все собрание приходит вместе, когда все собрание два или три раза в год уезжает. Мы проводим время вместе, молимся вместе, поклоняемся вместе, как одна большая семья. И это было очень прекрасно, то, что Бог делал в эти моменты времени. И я верю, что Бог ожидает, чтобы это происходило. Это то, о чем я молюсь. Чтобы мы не только знали имена друг друга, чтобы мы знали боли наши, радости, вдохновения. Вещи, которые касаются наших сердец. Перед окончанием я хочу дать несколько пунктов вам. Какое отличие это сделает? Номер один. Библия указывает нам, что любое отвлечение от Божьего плана неизбежно производит разделение, споры, растущая бесплодность и, в конце концов, смерть. У Бога есть план. И этот план заключается в том, чтобы принести жизнь и здоровье в тело. Если мы вернемся к этому пункту, как часто церковь от ранней церкви была разделена? У нас очень много разделений. Православная церковь, католическая, очень много разделений. У нас много разделений в деноминациях. Может быть, это одна из тех причин, что мы отошли от библейской модели? Второй пункт. Командная структура власти в церкви лишает мир любой модели или примера. если мир видит, что мы поступаем так же, как и они, какие они имеют варианты? Не можем ли мы им показать другой путь? Как я уже сказал, Писание, оно побуждает нас быть другими. Не соглашаться с миром. не быть такими, как в миру, но показать им Божий путь. Бог имеет план. Он хочет, чтобы мы увидели что-то по-другому. Но если мы не другие, у нас нету чего бы им дать. Номер три. Командный тип власти приводит к возмущению и подавлению. И использованию. И в конце концов в бунту. Если мы смотрим в церковную историю, мы это увидим. Это не очень сложно. Когда власть, она очень сильная. Люди, они сразу же становятся бунтарями. или появляются горький корень. Номер четыре. желание Господа Ишоа показать миру полностью новую форму, которая состоит из милости, не суда, была обнулирована командной структурой верующих. Если мы имеем эту структуру, мы не можем показать миру что-то другое. Это также означает, что у Бога Бог был обкраден Его славой. Если мы такие же, если мы не отличаемся, если мы не делаем вещи другим образом, если мы не показываем Божий путь, и не только в лидерской структуре, но во всем, что бы мы ни делали, в нашем образе существования, и все, что мы разрешаем или не разрешаем. В западном мире мы имеем церковь, которая не является настоящим свидетельством силы Божьей. Многие вещи, которые приняты в миру, они приняты в церкви. У нас есть гомосексуальные пастыря. У нас есть разводы. Множество разводов. И много вещей, потому что мы перестали быть тем свидетельством, которым должны были быть. Бог Бог, он благ. Он еще сильный. Он может помочь нам укрепить нас. не поддаваться. И я говорю сейчас не только к лидерам, не поддаваться к миру. Я говорю сейчас не только к лидерам, но и ко всем. Не поддавайтесь миру. Будьте этим свидетельством. В вашей жизни, что бы вы ни делали, через силу Духа Святого, которая есть в вас, потому что Он ее дал вам. Это не ваши собственные силы. Это не ваша собственная мудрость. Это то, что Он вложил в вас через Дух Святой. Это даст вам возможность жить другой жизнью. Я так же слаб, как и многие из вас. Я знаю, как ухватываться за Бога и держаться за Него. потому что я знаю, что путь для чтобы выжить. И поэтому я стою здесь. Поэтому я могу говорить с вами. Я верю, что здесь есть призыв для изменения, для радикальных изменений, для революционных изменений. Еще раз, я не говорю сейчас о лидерстве. Но мы призваны не соглашаться с обществом. И я верю, что для этого время, чтобы мы отнеслись к этому серьезно, к этим словам Ешуа. Да не будет так между вами. скажите это вместе со мной. Станьте пожалуйста. Готовы ли вы посвятить себя полностью? Позволить измениться там, где это необходимо. И сказать в свою собственную жизнь, так не будет в моей жизни. Я хочу следовать за ним. Я хочу, чтобы он жил через меня. чтобы я был сильным свидетелем для него. Если вы так хотите, то поднимите руку на Отец, ты видишь нас перед тобой. Мы просим тебя, чтобы ты дал нам силу, чтобы ты делал свои вещи через нас, чтобы мы не поступали неправильно, но чтобы мы поступали соответственно твоему слову. Отец, помоги нам понять твои пути. Говори через Дух Святой. Укрепи нас во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Аминь.